На связи Украина 365. В ССУ впервые приземлили российский черный шахет. Видео принудительно посаженного иранского бопула типа шахет с необычной расцветкой появилось в сети. На нем заметно, как дрон Камикадзе шахет, который россияне выдают за свое изобретение с названием Герань-2, лежит посреди поля. Мягкой посадки не получилось, и бопула несколько метров пропахал по земле. После приземлений беспилотник сравнительно хорошо сохранился. Вызывает удивление цвет дрона, так как обычно шахеты Герани покрашены в серый цвет, однако данный экземпляр оказался брюнетом. Это жирный улов для украинских экспертов. Армия РФ начала использовать в войне против Украины наземные роботизированные платформы, вооруженные АГС-17. Об этом сообщает 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ, бойцы которой воюют на Авдеевском направлении. Окупанты начали применять наземные роботизированные платформы с автоматическим гранатометом АГС-17, сказано в сообщении. Военные отмечают, что враг задействовал на этом участке фронта две такие системы. Обе они были уничтожены украинскими бойцами при помощи АВПВ-дронов. Бригада обнародовала кадры уничтожения военной техники противника. На них видны точные попадания, которые превратили российских роботов в груду металла. По словам военных, пока это единичные случаи применения россиянами такой техники на поле боя. Об использовании армии РФ на фронте роботизированных систем пишет и Форбс. В материале говорится, что такая техника применяется для пополнения запасов, эвакуации раненых и установки мин. Берлин нарастил поставки боеприпасов для зенитных установок Гепард Украине, которые ранее были переданы украинской армии в рамках помощи от Германии. Об этом информирует Билл со ссылкой на источники ВСУ. В материале говорится, что на днях офицер украинской армии в разговоре с немецкими журналистами подтвердил улучшение ситуации с поставками этих боеприпасов. «Обеспечение Гепард боеприпасами действительно несколько улучшилось», – сказал собеседник. Летом прошлого года издание писало о дефиците в Германии боеприпасов для ЗРК «Гепард», в результате чего украинским военным приходилось экономно расходовать их. Однако спустя некоторое время в немецком правительстве сообщили о наращивании поставок. Сейчас эту информацию подтверждают источники издания в украинской армии. Увеличение поставок имеет важное значение, особенно сейчас, когда Россия активизировала атаки на энергетические объекты Украины. Самоходные установки «Гепард» хорошо показали себя в борьбе с иранскими шахедами, – отмечают журналисты. Украинская САУ «Богдана» получила защиту от дронов. 47-я отдельная артиллерийская бригада показала самоходную артиллерийскую установку «Богдана» калибра 155 мм с защитой кабины от дронов. Как сообщает пресс-служба бригады в Facebook, оккупанты не останавливают охоту за украинским вооружением, поэтому пришлось искать варианты для сохранения техники. «Гениальное решение требует гениальных мыслей, а наши настоящие требуют именно такого подхода постоянно», – говорится в сообщении. В рамках проекта бойцы создали систему защиты пушки от дронов «Камикадзе». Как пишет «Милитарный», решетки установили на лобовую и верхнюю часть кабины, где находятся водители и обслуга САУ, капот над двигателем и вместе перевозки снарядов. Говоря, что война – это путь обмана, и Украина активно применяет эту тактику в своей борьбе с российским агрессором. В СУ насыщают фронт муляжами самых разных вооружений, от РСЗО «Хаймарс» и «Патриот» до грандометов и ПТРК. Об этом говорится в статье «За телеграф». Спрос на муляжи вооружения в Украине резко вырос в связи с усилением российских ударов и снижением военной помощи от западных союзников, говорится в статье. Журналисты пообщались с архитектором Романом, который с другими добровольцами занимается созданием в Украине муляжей оружия из фанеры, шин, металла, водопроводных труб и других подручных средств. Он отметил, что последние месяцы работы со своей группой сверхсуточно. Место производства, конечно же, строжайше засекречено. Украина вынуждена сражаться с российскими оккупантами в условиях жесткого дефицита снарядов. Соотношение выпущенных боеприпасов Украины и РФ составляет примерно 1 к 6, и из-за этого украинские войска вынуждены использовать муляжи, заставляя россиян тратить на их уничтожение боеприпасы. На разработку первого муляжа ракетной установки ушло два месяца, ее стоимость составила 3-4 тысячи гривен. Наладив производство, команда сократила время выпуска до считанных дней, при этом снизив цену до 1 тысячи, говорится в статье. В итоге стоимость одного муляжа обходится примерно в 40 раз дешевле, чем цена одного артиллерийского снаряда, потраченного россиянами на его уничтожение. Выгода очевидна. Команда выпускает, среди прочего, большое количество муляжей противотанковых установок «Стугна». Стоимость настоящей ПТРК составляет примерно 20 тысяч долларов. Занимается группа, в том числе, разработкой муляжей более дорогостоящей техники, например, систем ПВО «Патриот». Цена настоящей установки составляет примерно 1 миллиард долларов, а подделка обходится в около 10 тысяч долларов. Есть и еще одна важная польза муляжей. Фиксируя удары по ним, в ССУ имеет возможность вычислить огневую точку противника и ее уничтожить. Главная задача муляжей – источение противника, и она успешно решается. «Мы выигрываем эту гонку. У россиян много ракет, и им все равно куда стрелять, поэтому мы изматываем врага», – рассказал Роман. Однако муляжи не снимают проблемы дефицита настоящего вооружения в ССУ. Без этого компонента победа в войне невозможна. Франция передаст Украине старую, но пригодную к использованию технику и ракеты, сообщил глава Минобороны страны Себастьян Ликорню. По его словам, речь о сотнях единиц техники, которую после замены на новую собираются передать Украине в этом и в начале следующего года. Помимо этого, Ликорню отметил, что Франция также готовит новую партию зенитных ракет «Астер-30» для системы ПВО «Сампти» и разрабатывает боеприпасы с дистанционным управлением, которые могут доставить в Украину уже этим летом. Россия ежемесячно набирает в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ей покрывать потери и продолжать войну против Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Британии. Вероятно, ежемесячно она набирает примерно 30 тысяч дополнительных солдат, и, скорее всего, может продолжать нести потери и продолжать атаки, направленные на истощение украинских сил. Говорится в сводке. Армения размещает войска и технику у границы с Азербайджаном. Местные СМИ сообщают, что замечена активность военной техники в Армении. Официальная информация не подтверждена. Напомним, что ранее премьер Армении Никол Пашинян допускал, что вскоре может начаться большая война между странами. Балтийские страны бьют тревогу из-за нарастания угрозы российского вторжения. Жестко сярав по отношению к Украине вызывают в Литве, Латвии и Эстонии самые мрачные воспоминания о сталинской оккупации. Об этом говорится в статье The Telegraph. Нападение РФ на Балтию, замаскированное валом дезинформации, сегодня видится более чем вероятным. Об этом говорится в совместной статье высокопоставленных дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы. «Наши предупреждения о скрытой растущей угрозе с Востока были слишком легко проигнорированы в некоторых союзных столицах», отметили балтийские дипломаты. Они уточнили, что их страны из-за этой легкомысленности могут заплатить высокую цену, которую сегодня платят украинцы. Обратили внимание дипломаты на то, как жестоко ведет себя РФ на оккупированных территориях Украины. Россияне массово применяют депортации, пытки и казни гражданских, похищают детей, пытаются уничтожить язык, культуру соседней страны. «Применяется все та же тактика, что и во времена диктатора Сталина. Мы прекрасно понимаем, что закаленная в боях армия России может быстро переключиться на Запад. Мы согласны с оценками разведки, что с этим вызовом можем столкнуться уже через три года или даже меньше. У нас на восточном берегу Балтийского моря мало естественных границ, нам некуда отступать. В этих обстоятельствах замешательство будет означать поражение, поэтому мы с союзниками должны быть готовы быстро, убедительно и эффективно реагировать на все виды угроз», сообщили представители Эстонии, Литвы и Латвии. Они отметили, что их страны уже подвергаются гибридной агрессии со стороны России. Дипломаты призвали к срочному усилению НАТО. Россия должна увидеть, что Альянс непоколебим и готов сражаться за каждый метр своей территории. Они также выступили в поддержку Украины, отметив, что победа России в нынешней войне будет катастрофой. Представители Балтии выступили за то, чтобы Украина стала членом НАТО как можно быстрее. НАТО наступает на извечную зону влияния России. Кремль заявляет о Втором фронте. Визит на Южный Кавказ генсека НАТО Йенса Столтенберга должен был быть обычным событием, но на фоне послевыборных заявлений российского диктатора Путина о более чем возможной войне с НАТО, это путешествие выглядит определенным троллингом. Мол, ты можешь говорить что угодно, а у нас по плану дружественный визит на территории, которые ты считаешь зоной собственных интересов, и они будут только масштабироваться. Заслуживает внимания и тот факт, что предыдущий такой визит был достаточно давно. За это время на Кавказе произошли важные события, за которыми пристально наблюдали, в том числе и в НАТО. Ведь Черное море важно с точки зрения стратегии безопасности Альянса. Столтенберг посетил все более самостоятельный Азербайджан, где поговорил о поставках природного газа. Грузию, где пообещал поддержку на пути вступления в Альянс и Армению, который поддержал в стремлении к освобождению от российского влияния. Визит не является просто эпизодом. Стратегия взаимодействия с тремя государствами была представлена недавно в Брюсселе в отчете блока за прошлый год. В разделе по поводу Южного Кавказа отмечается, что НАТО продолжает активную деятельность по взаимодействию с этими странами и выражает поддержку территориальной целостности, политической независимости и суверенитету каждого из партнеров. О том, как НАТО все активнее заходит на территорию российских интересов, расскажем дальше. Азербайджан участвует в движении неприсоединения, созданное еще во время Холодной войны во избежание привлечения к противостоянию блоков. Поэтому ждать какого-то большого прорыва в сторону НАТО в ближайшее время вряд ли стоит. Тем более, что Азербайджан сегодня и так хорошо прикрыт зонтиком дружбы натовской Турции. Сегодня Баку в некоторой степени сотрудничает с Североатлантическим альянсом, принимая участие в двусторонней программе НАТО «Партнерство ради мира». Также для Азербайджана есть план действий индивидуального партнерства. Отметив роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности и развитии теснейших связей с несколькими членами НАТО, прямой намек на Турцию, генсек альянса призвал продолжать усилия, направленные на мирное разрешение конфликта с Арменией. В Грузии ситуация в отношении НАТО развивается гораздо интереснее и активнее. Грузинский народ преимущественно за вступление в блок, а вот нынешняя власть против. Страна официально задалась целью вступления в альянс. В январе 2008 года прошел референдум, на котором более 70% грузин высказались за вступление в организацию. Однако после прихода к власти грузинской мечты это движение значительно замедлилось. Зато произошла активация отношений с Россией. Так, Грузия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину отказывается водить санкции против России и помогать Украине оружием. Сегодня агрессор может через грузинскую территорию получать товары двойного назначения. В прошлом году РФ отменила визовый режим для граждан Грузии, а также действовавшие с июня 2019 года запрет на воздушные перевозки в Грузию. В МИД Украины заявляли, что такое решение – политическая компенсация за отказ Грузии ввести новые санкции против РФ. В Грузии Столтенберг встретился с прозападным президентом страны Соломе Зоробишвили и премьер-министром Ираклием Кабахидзе, который, наоборот, известен антизападной риторикой. Ранее он обвинял Украину в попытке развязать войну на грузинской территории, а до этого говорил, что страны ЕС и США якобы пытаются втянуть грузин в российско-украинскую войну. В отчете НАТО за прошлый год говорится, что Грузия является одним из ближайших партнеров НАТО и претендентом на членство в блоке. Но на данном этапе, согласно документу, в отношении Грузии может идти речь только о помощи в укреплении обороноспособности страны. А вот Армения сейчас подальше от РФ. После многих лет так называемой братской помощи армяне признали – зависимость от России была стратегической ошибкой. Именно поэтому нынешняя Армения, ввиду резкого ухудшения ее отношений с Россией, явно интересует НАТО. Премьер страны Никол Пашинян также дает понять, что Ереван заинтересован в углублении сотрудничества с Альянсом. Наиболее интересным моментом является то, что Армения принимает участие в организации договора о коллективной безопасности – ОДКБ, где господствует и решает все Россия. А окончательно армянскому обществу стало понятно, что Россия им явно не союзник после событий прошлого года, когда военная операция Азербайджана 19-20 сентября привела к капитуляции непризнанной Нагорно-Карабахской республики при полном бездействии российских так называемых миротворцев, на которых Армения, конечно же, возлагала надежды. После этого Пашинян заявил, что Ереван замораживает свое членство в ОДКБ и даже может выйти из организации. На этом фоне начались дискуссии о необходимости выведения российских пограничников из столичного аэропорта. Также власти Армении заявляют, что не видят никаких преимуществ в присутствии военных баз РФ на территории страны, ведь миротворческая миссия провалилась, намекая на то, что россиянам пора брать свои вещи и идти домой. Сейчас Ереван рассматривает возможность внедрения стандартов НАТО в собственное военное образование. Кроме того, обсуждается участие армянских военнослужащих в учениях Альянса, взаимодействие по линии разведки, а также модернизация армянской системы ПВО путем внедрения техники и программы стран НАТО. Индивидуальная программа сотрудничества Армении с Альянсом вместе с недавней резолюцией Европарламента, призвавшего власть ЕС начать работу по предоставлению стране статуса кандидата на членство в Евросоюзе, явно не нравится Путину. В Кремле ожидаемо устроили истерику, последовались заявления о попытках Североатлантического Альянса закрепиться на Кавказе уже сегодня и угрозы нестабильности в регионе. «Есть задача максимум, а именно открыть за Кавказье второй фронт против нашей страны и вообще поджечь заново регион», заявила на брифинге официальный представитель российского МИДа Захарова. При этом ранее в российском МИДе уже анонсировали второй фронт против России на Кавказе. В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия второго фронта против России, отмечал в декабре прошлого года замминистра иностранных дел Галузин. Почему сегодня именно Кавказ привлекает внимание? Потому что Грузия является партнером НАТО с расширенными возможностями. В Армении происходят изменения, откровенно раздражающие Москву и говорящие о том, что страна может сделать решительный шаг навстречу Западу. Еще одна причина – закончившаяся война в Карабахе, но мирное соглашение пока не подписано. Все эти факторы вызывают интерес со стороны НАТО. Такое мнение в эксклюзивном комментарии о БОС-UA высказал украинский дипломат Игорь Долгов, возглавлявший миссию Украины при НАТО, замминистра иностранных дел Украины и замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции. Продолжение следует...